Маткульт, привет! Тимур, Нарды, часть 2. Итак, Алексей, мы остановились в прошлый раз вот на этой позиции при счете 5-5. И ты совершенно верно показал мне куб по 4. И мы решили точно узнать, нужно ли мне принимать это удвоение, это куб по 4, или мне выгоднее его спасать. Итак, вот перед нами таблица шансов. Так называемая матч equity table. Если говорить по-английски, что в этой таблице? Как мы видим, столбцы и колонки обозначены цифрами, но это не счет в матче, как многие могли бы подумать. Ну, потому что бывает досюда, а бывает досюда. Совершенно верно, да. Это просто сколько очков в той или иной стороне осталось до победы в матче. Н-1, Н-7, например. Совершенно верно, да. Значит, давайте порассуждаем следующим образом. Я знаю, что в этой позиции мои шансы 28%, да, Алексей? И мы это вычислили. А какой у меня есть еще вариант? Я могу этот куб отклонить, да? Отклонить, поставить его в центр, и тогда счет станет 7-5. Ну, возможно, 7-5, а может быть и 5-7. Да, но сейчас я просто рассматриваю вариант, что я этот куб отклоняю, да? Да. Ты мне показал куб по 4, а я его отклонил. Да, да, да. В этом случае счет станет 7-5. Согласен? Или 5-7. Если ты все-таки выиграешь. Есть. А, отклонил, извини, все, 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 все. Я не принял двоих. Ты пас, ты пас, все, 7-5. Согласен, да, 7-5. Значит, что мы имеем в этом случае? Тебе останется до победы сколько очков? Мне 2-4, 67, а 2-3, значит, а... А мне сколько до победы? Ну, 1-3, да. 1-3. Получается, что... Что мне выгоднее, вот это или 28? Да, то есть ты как бы отклоняешь, у тебя 1-3 шансы твои тут же становятся. А если я принимаю, значит, какое мое верное решение? Да, совершенно верно. Чуть-чуть. Да, то есть мне выгоднее играть со счета 7-5, да, чем принимать куб и иметь только 28%. Да, точно, точно, точно. Но давай с тобой согласимся, что этот пример слишком простой, да. Но, кстати, 28, смотри, 28, это еще даже не выигрыш. Нет, это выигрыш, потому что ты мне показал куб по 4 и при счете 5-5, да, 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 это выигрыш. Там либо я выиграл, либо ты уже, все, если ты принимаешь, либо я, либо ты, и игра заканчивается. Потому что позиция однобросковая, да, совершенно верно, позиция однобросковая. Значит, мы с помощью таблицы этой установили, что мне выгоднее играть со счета 7-5, чем... Вот, шикарно. Но что для этого мы сделали? Мы просто посчитали шансы здесь, да, и посмотрели вот это значение. Давай приведем более сложный пример. Давай. Давай. Значит, счет у нас будет с тобой 7-5. Это мы оставляем или нет? Мы чуть-чуть изменим. Позицию вот так. А-а-а. Вот так. Итак, значит, Алексей ведет со счетом 7-5 в матче до 9 очков, и куб пока находится в центре. Бросок Алексея. Как мы видим, позиция однобросковая. То есть, если ты за один бросок сможешь выкинуть две шашки, ты выиграешь. А если не сможешь, то я выкину в любом случае. Нет, один-один. Да. Даже два... Самое маленькое, что мне может выпустить, это два-один. Да, я забываю все время про это. Один-один. Один-один же, это тоже победа. Один-один это тоже победа, да. То есть, это вот один хрен, вот что так, что так лежит. Совершенно верно, да. То есть, плохих бросков у меня нет. Давай посчитаем шансы твои на... На выигрыш, да? На выигрыш. Надо про дубли помнить. Как ты дубли называешь? Хэши? Куши, куши. Куши. Ну, давай я тебе предложу простой способ вычисления хороших... Да. Ну, я сейчас, конечно, могу и сам вычислить бросков. Не очень сложно. Ну, давай простой, да. Как ты... Давай... Каким образом... Давай поймем, что любой бросок с единицы и двойкой тебе не подходит. А, ну да. Один из них ходит на один или на два. То есть, даже если ты кинешь 2-2, смотри, даже если 2-2, то ты пойдешь раз, два, три... Да, не хватает. Да. Не хватает. Одна ушла, а эта сучка осталась. Да. Так. Значит, все броски с единицей и двойкой тебя не устраивают. Сколько их всего? С единицей и двойкой. Сейчас, а если хоть один из них один или два, да, то не устраивает. Да. То не устраивает. Мы это сейчас увидим. Ну, потому что ты просто не... То есть, мне годятся те, которые 3-4-5-6. Да, совершенно верно. Это 16 бросков. Совершенно верно. Значит, 20 плохих. 20 плохих, 16 хороших. Но из этих хороших 16, если приглядеться, два броска не выкидывает. Посмотрите на бросок 4-3. Вот здесь. 3 ты выкинешь. Кстати, 3-3 выкидывает? Выкидывает. Из-за дубля? Да, конечно. 4-4 тоже, конечно, выкидывает. А? Так. Ну, если есть пятерка, то тоже выкидывает. Потому что это идет, и это идет. Да. А 4-3, да? 4-3. Единственный бросок, который... Два броска. Единственный два броска. Да, два броска, которые не выкидывает. 4-3. Ты вынужден будешь сыграть. Значит, сколько у тебя хороших? Ну, половина ровно. 18 за 17. Нет. А, подожди, 22 из... Мы отмели сразу 20. А, нет, 22 на 14. 22 отмели. 22, да, на 14. 14, да. У тебя 14 из 36, да? Да, точно, точно. Сколько это процентов? Давай пишем. 14-36. С 6-ых, да. 14-36. Ну, давай я прикину. В 30-е, по-моему, да? Ну, что-то в этом духе, да. Ну, очевидно. В 30-х, да, где-то примерно, да. 39 процентов. 39, да? Да. Алексей, значит, с цифрами 39 на 61 работать не очень удобно. Давай примем эту позицию 40 на... Да-да-да, я искал, что примерно 40 процентов, да. На 60 мы от истины не уйдем, а считать нам будет намного легче. Итак, мы приняли, что у тебя 40 процентов, у меня 60. Так. Вопрос. Должен ли ты перед своим броском показать мне куб по 2? Когда мы говорили о кубе, мы выходили на цифры примерно 75 процентов, да, то есть когда у тебя там 70-75, ты должен удвоить, тебе это выгодно. Здесь у тебя 40 процентов всего лишь, то есть ты даже не фаворит. Ну да. Даже не фаворит. Тем не менее, я утверждаю, что в этой позиции нужно удвоить. Да. Это совершенно контр... Но это связано с оставшимися двоя. Совершенно. Сейчас, то есть смотри, я поднимаю ставки, если... Да, я же должен еще вычислить, примешь ли ты. Вот сейчас. Ну, у меня 60 процентов, да. Но с 6... Ты не будешь шлевать. Я же не буду... У меня 60 процентов, я приму всегда. Более того, ты можешь мне четверку... А, нет, ну четверку, наверное, ты не будешь показывать. Хотя, кстати, хороший вопрос. Не будешь ли ты мне обратно возвращать четверку? А, наверное, буду. У тебя же больше шансов. Да. Будешь. Давай сейчас четко вычислим наши шансы. Давай. И сейчас мы увидим. Значит, куб показывать в этой позиции действительно надо. Значит, что я предлагаю сделать? Значит, давай... Ну да, если я не покажу куб, там возникает... У меня будет 8-5. 8-5 или 7-6. Да. Возможно, разные варианты. Вот сейчас мы эти варианты с тобой прикинем. Я просто не понимаю, что будет, если я тебе покажу куб. Ты же в следующем ходу тут же его покажешь назад, или ты не имеешь права? Имею. Когда до меня дойдет очередь хода, я... То есть вот я вместо... Вот смотри, я вместо хода показываю куб. Да. Я его принимаю, и ты делаешь бросок. А, все-таки делаю бросок. Конечно. Обратно ты тут же четверку мне не... Тут же я не могу. Я должен дождаться. Я должен дождаться своего... Все. Броска. Да. Ну тогда, извиняюсь, после того, как я сделал бросок, если я не выиграл, то у тебя же ход выигрышный на 100%, и ты просто нагло мне говоришь в 4, да? Это можно, да? Можно, да. То есть когда ты уже... А твое уже решение... Ну то есть просто... А ну это все равно, если двух, это в любом случае. Да, в любом случае. Вот. Давай с тобой докажем конкретно, да, на основе вот этой таблицы и наших шансов здесь, что даже имея 40% здесь, куб показывать нужно. Давай вычислим ожидаемый твой выигрыш в том случае, если ты удваиваешь. Да. И в том случае, если ты куб оставляешь здесь. Мы получим два значения. Да. И... Шаблим. Больше из них будет соответствовать... Да, да, да. Ну давай. Значит, допустим, я ничего не покажу. Предположим, ты ничего не удаваешь, шансы мы знаем твои. Значит, сколько у тебя процентов? У меня 40, что будет 85. 40. У тебя 40%. Значит, рассмотрим 100 игр. Ну понятно. 40 из них ты выиграешь, счет станет 85. Да, да. Ну условно вероятно сейчас будем считать. Совершенно верно. Понятно. Значит, со счета 85 ты доведешь до победы 81%. Да. Значит, из 40 матчей, которые дойдут до этого счета, ты выиграешь 81%. Ну да. Это 32 матча. Да, правильно. Вот. Но 60 матчей ты проиграешь. Да. И счет станет 76. Значит, в 60 матчах, которые дойдут до этого счета, ты выиграешь 60% от 60. 36. 36 плюс 32. Итого без куба ты выиграешь 68 матчей. Да, больше чем 2 трети, да. Запомнили? Но не сильно, да. 68%. Да. Теперь давай в этой же позиции посмотрим, что будет, если ты удвоен. Да, ты принимаешь. Я принимаю. Я принимаю куб по 2. Счет у нас 7-5. 5. Верно? Да. Итак, если ты попадаешь в свои 40%, ты тут же победил. Матч закончен. Верно? Да. Значит, в тех 40 ты... Все, будет 70. Будет 70. Согласен? На 2 больше. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Я просто поясню, что если Алексей не выкинет, он выкинет что-то вот это. Да, половину я проиграю потом, половину выиграю. А половину выиграю? 60, половина 6-7-30. Но ты понимаешь, да, что я тебе покажу куб вот этот, да? Да. По 4. Ну ты, естественно, отклонишь его. Да, отклонишь. Потому что никакого смысла принимать нет. У меня нету плохих. Ну да, нет, я солью и у меня будет 7-7. И счет будет 7-7. И половину из них я выиграю. Половину. Значит, 40 плюс 30. Да. Значит, с кубом, вот изначально с кубом, ты выигрываешь больше, чем без куба. Да. И мы это доказали. Да, чуть-чуть. А теперь, Алексей, я свою позицию ухудшу. Ухудшу. Я себе добавлю вот сюда шарку. А счет мы оставим прежним. 7-5. У нас с поровну, да? У нас с поровну, но... Но я первый хожу. Бросок белых. Куб стоит пока в центре. Служнее. Это называется... Служнее. Вот эта позиция, мне во всяком случае, очень напоминает сюжет дуэль двух лиц. Оба стреляют друг в друга с вероятностью 40%. Но дойдет ли очередь хода до меня, зависит от того, попадешь ты в меня или нет. Ну, в данном случае... Да-да-да, похоже. Выстрел, это все равно, что... Да-да-да. Брос шашек. Давай оценим шансы. Да, это не так просто. Там же есть варианты, где три хода придется делать, да? Ну, значит, смотри. На самом деле. На самом деле, в чем мой шанс на выигрыш? В том, что ты не скинешь шашки, да? Да. А я за один бросок скину. Ну, либо, если я не скину, потом ты не скинешь, потом я снова не скину. Значит, смотри. Ты не скинешь с вероятностью 0,6. Да. А я скину с вероятностью 0,4. Ну, да. Значит, 0,6 на 0,4. Как бы эта позиция 0,24 на 0,76. Значит, по идее, у меня 24%. Но, на самом деле, моя вероятность чуть-чуть выше. Я же могу обратно тоже не выиграть. Ты можешь скинуть какую-нибудь чушь, например, 2,1, да? Ну, да. Я могу, опять же, не скинуть, да? Одна шашка остается. И я опять не скину. Но у тебя есть еще... Ну, да, да, я говорю, да. Но вероятность этого маленькая достаточно. Давай дадим вот на все вот эти... А-а-а. Вот на все вот эти казусы, что называется, да, еще один процент. Но там по-честному надо считать. Там примерно так и будет, да? Так и будет, да. А, хорошо, хорошо. По-моему, 0,8. Хорошо, давай. Если я не ошибаюсь, и так, значит, вот на все эти прибамбасы мы себе... Я себе добавляю один процент. Тогда получается, что эта позиция 25. Да, на 75. На 75. Классика, да? 25 на 75. Помнишь, мы с тобой анализировали вот эту? Да. У тебя было... 40, а у тебя 60. Да. А здесь у тебя стало 75. 75, а тут 25, да. Ну, вроде бы, должно быть совершенно очевидно, что если вот этой позиции тебе надо было показывать куб, то я свою позицию сделал хуже, да? Да. Но здесь-то уж очевидно надо показывать куб. Э-э-э-э... Вроде бы очевидно. Но без точного расчета на самом деле так рассуждать нельзя. Ну да, да. В действительности все может оказаться не так, как на самом деле. Ну да. И давай конкретно проанализируем вот эту позицию, Алексей. Ну просто тут вот это вот влияет. Да. Ну я поставил такой хитрый счет. Я же показывал куб, потому что у меня был вот в эту сторону шанс сразу выиграть. Но счет... Мы счет-то не изменили. Не изменили, да. Да, реально изменилось. Но кое-что изменилось. То есть если я не показываю, то я выигрываю... Я привожу к 8,5, к 8,5 с вероятностью 75%. И к 7,6 с вероятностью, соответственно, 25%. Да, да. Сейчас мы все это опять же посчитаем. Ну давай, 75 на 8,5. Алексей, Алексей. Да. Предварительно я хочу доказать про эту позицию одну очень важную для нас вещь. Да. Значит, я утверждаю, что если сейчас куб будет объявлен мне... Да. То матч завершится в этом гейме. По итогам этого гейма кто-то наберет 9 очков. Вот я это утверждаю. Мы докажем это методом от противного. Опа. И руководствоваться мы будем постулатом, что игроки при выборе стратегии никогда не играют себе во вред. Они всегда выбирают стратегию, которую приносят им больше... Да. Давай, я показал тебе куб. Значит... У тебя два варианта. С 3-2 очка тогда это просрал просто сразу и все. Рассуждаем так. Да. Если ты мне покажешь куб, может ли такое быть, что я его отклонил? А, ну, скажем так, если ты отклонил, значит 8-5 стало. Счет станет 8-5. Да. Какой... Какова вероятность моего выигрыша со счета 5-5? 75%? Нет. Моего. 25%? 19%. А, 4-1, а не 3-1, я никуда смотрю. 19. 4-1, 19%, да. А я про эту позицию знаю, что у меня здесь 25. Поэтому если куб ты мне дашь, я никогда не спасу, меня не устраивают 19%, у меня в этой позиции 25. У тебя есть 25, да. Значит, куб я обязательно приму. Что происходит дальше? Сейчас, 25, подождите, значит, 19, это есть, если ты спасуешь, у тебя 8-5, у тебя 19. Если ты принял... То у меня 25. А почему? Ну, у тебя минимум 25. Минимум 25. Минимум. Да, то есть спасовать мне невыгодно в любом случае. То есть, если ты даже не будешь мне показывать куб, да, то ты получаешь ровно 25. Да. 25, это что... Нет, это, подожди, нет, 25, это что сравняется? Это что счет станет 7-7. Да, но просто с кубом-то мы не остановимся, потому что ты мне показал куб, ты выполняешь свой бросок. Если ты выкинул две шашки, то матч закончится. Сейчас, сейчас, да, сейчас, да, вот это сложно. Да, это сложно. Подожди, это сложно. Значит, я показал на самом деле тебе куб, да? Да, я его взял. И ты почему-то считаешь, что ты его все-таки взял, потому что 25, это же еще не то. 25 пока это только сравнять, да? Я просто сравнил 25 с 19. Да, но ты же неправильно, 19 это уже точно. Если ты сдаешь, то у тебя, если ты сдаешь... То счет станет 8-5. Да, и все, у тебя точно 19. У меня 19. Но если ты берешь, еще совершенно не очевидно, потому что неизвестно, что будет дальше. А дальше, да, давай порассуждаем, что будет дальше. Давай вот именно посмотрим, пока не понятно, пока не понятно. Вот если ты взял, еще не очевидно, потому что это только 25 твоей победы в этом раунде, который тебе даст 7-7. А сейчас мы докажем, что 7-7 не будет. Вот это самое интересное. 7-7 не будет. Итак, ты берешь не потому, что ты уже отказался там 19, здесь 25, по каким-то другим причинам. Конечно. Вот, давай поймем эти причины. Значит, итак, допустим, ты взял и очередь хода перешла к тебе. Да, считаем, ты взял куб. Запоминаем эти 19 и считаем. Ты взял куб, очередь перешла ко мне. Если ты скинул две шашки, матч окончен. Матч окончен. Это 40% вероятность. Да. А если ты не скинул, что произошло? Допустим, ты одна шашка у тебя скинул. Значит, я, естественно, покажу тебе куб по 4. Потому что мне нет смысла делать бросок. Я наберу всего лишь 2 очка. У меня сейчас куб по 2. Да? Да. Мне нет смысла его у себя держать. Я хочу выиграть 4 очка. Понимаешь, да? Чтобы сразу выиграть. Чтобы сразу выиграть. Если я не удваиваю, я не могу выиграть матч сейчас. Да. А если я показываю тебе куб по 4, да? То либо я сдаюсь. Либо ты сдаешься. Либо ты просто можешь выиграть вместо этого по-настоящему. А давай посмотрим, выгодно ли тебе в этой позиции сдаваться. Мы про эту позицию с тобой, мы ее изучали уже с тобой. И у меня здесь только 40%. Да. А у тебя 60%. Да. Если ты сдашься, то счет станет 7-7. Да. И у тебя будет 50. Ровно 50. А здесь у тебя 60. Поэтому я покажу тебе куб, и ты вынужден будешь его принять. Согласен? Значит, мы доказали, что если ты вот в позиции вот в этой показываешь мне изначальный куб по 2, то мы доиграем. Кто-то выиграет, но этот матч будет доигран в этом деле. А что это значит? Мы шансы сторон знаем 75 на 25. Очевидно, что если ты показываешь мне куб, то ты в среднем в 100 играх будешь из 100 матчей 75 на 25. Такие будут 75 на 25. Вот, совершенно верно. Значит, с кубом ты в среднем выиграешь 75 матчей. Согласен, Алексей? И теперь все, что нам осталось сделать, это посчитать. А может быть без куба ты выиграешь больше. Ну да. Вот что нам осталось сделать. Давай. Давай посчитаем аккуратно. 75, что я выиграл. Значит, 75, что ты выиграл, и счет станет 85. 75 на 81. У тебя будет 81% в 75 матчах. Ну, значит, ты выиграешь... Ну, 60 небольшой. 61. Да. 61 ты выиграл. Ты уже умножил, да, как-то? Да, да. Если ты проиграешь, то 7-6. То это 2-11, а 6-8. Посмотри. Сколько тебе очков надо? Ну, а, 2-3-2. 3-2. 60. 60. Значит, 25% от 60. Да. А в 25 матчах... Счет станет 7-6. Да, 25. И у тебя будет еще 15%. Верно? Да. Еще... Ну да, то есть... 15 матчей ты еще выиграешь. Значит, 61 матч ты выиграешь. Плюс... То есть... Чуть-чуть больше. Кубом ты выиграешь 75 матчей, а без куба 75 матчей. Какое правильное решение, Алексей. Не даем удваивать. Продолжаем, продолжаем. Продолжаем эту игру. Вот мы установили истину. Мы с помощью математики доказали, что в данной позиции куб не нужен. А вот в этой позиции... А вот в этой позиции... Хоть ты в безнадеге сидишь, да? Ну, в худшем. А в этой ты доводишь до больших шансов, если не показываешь. Совершенно верно. Вот такая интересная игра в бэкгамон. Теперь, Алексей, я хочу просто рассказать одну историю. Я хочу себе немножко противоречить в данном случае. Давай. Я хочу показать, что расчеты расчетами, но голову на плечах всегда надо иметь. Да. Мы с тобой позицию эту рассматривали уже сегодня, но давай ее рассмотрим при вот этом счете. 6-6. Счет 6-6. И позиция вот такая, мы знаем, что в ней шансы 72 на 28. Мы с тобой это уже вычитали. У тебя куб по 2, да? Да. Ты в этой позиции фаворит 72 на 28, поэтому твое решение показать мне куб по 4, оно совершенно очевидное. То есть, ты хочешь в одном броске выяснить, кто выиграет этот матч. Потому что, если я приму куб, да? Если я приму куб, то мы разыгрываем 4 очка, кто-то из нас выиграет. А фаворит ты. Поэтому твое решение показать мне куб, оно совершенно верно. Как должен мыслить я? Я знаю, что мои шансы в этой позиции 28%. Да. А если я сдаюсь, если я куб отклоняю, счет становится 8-6. Да. Сколько у меня будет процентов? Сейчас, это 3-1. Да. Сколько у меня будет процентов? 25. 25. Какое мое правильное решение при счете 6-6? Если ты показываешь мне куб по 4. Да взять его. Взять его. Совершенно верно. Это математически верное решение. Так, у меня 28, если я сдаюсь, у меня 25. Да. Вопрос. Могут ли какие-то размышления, идеи подтолкнуть меня к тому, что я прекрасно понимая это, что мне надо принимать этот куб и иметь больше шансов? Какие-то идеи могут меня склонить к тому, что я этот куб отклоню и продолжу игру со счета 8-6? Скажем так. Сейчас, подожди, подожди, не говори ничего. Да. Ты отклонишь, но следующую будешь играть сразу, показывая мне куб. Мы в следующем сюжете поговорим об этом, куб сразу я показать не могу тебе, сейчас я объясню. В общем, идея такая, если у тебя 8-6, тебе надо ставки поднимать, тебе надо доводить их до того, что у нас... Нет, ну мы на самом деле выяснили, что мне куб надо принимать, да? Ну вроде бы, если ты так выбираешь, если это действительно 8-6, потому что если 8-6 действительно дает эти шансы, а если ты вот при 8-6 начинаешь быковать, вот сразу берешь и, ну, просто берешь и показываешь сразу, вот два мне, вот смотри, вот у тебя 8-6 ситуация, ты мне просто в начале игры показываешь два. Сейчас я расскажу, что это по правилам запрещено. Да, в следующем сюжете мы об этом узнаем, да. Что это запрещено? Я вот сейчас подумал об этом, что, казалось бы, начал и все, проигрываешь и начинаешь все время выдваивать, и все время уже лучше. Это запрещено. Запрещено. И действительно, по математике при этом счете мне выгоднее применять куб, чтобы уметь. Смотри, что я имею в виду. Чему нельзя показывать, да, что за правила? Почему, нет, почему я могу отказаться от математики в пользу худшего как бы для себя сценария? Ты в нем что-то ждешь, да. Я, что я в нем жду? Смотри, что меня не... Но это запрещено, да, делать? Да, это запрещено. А почему? Это какое правило? Это такое правило, сейчас я его объясню. Да. Значит, что меня не устраивает в том выгодном математически для меня сценарии, если я приму этот куб. Да. Меня не устраивает дистанция. Дистанция ровно в один бросок. Если я приму куб, ты просто сделаешь... И все решено будет. ...бросок, и за один бросок все будет... Да. И тоже меня не устраивает, что ты не допустишь ошибки. Ты не допустишь ошибки. Ты просто кинешь... Да. И как повезет, так и повезет. И природа нам определит. Ты выиграл. Да. Один-один. Но ведь как-то мы дошли до счета 6-6, верно? И я видел, как мой оппонент играет. Я видел, как мой оппонент играет. И если я делаю предположение о нем, делаю вывод, что игрок-то он на самом деле слабый. А-а-а-а. И все 6 очков он... Заведение. ...набрал. Исключить... Вот это я не додумал идею. То есть ты мог знать, понимать, что ты на самом деле... Я понимаю, что я играю со слабым игроком. И... Я не хочу за один бросок определять, кто выиграет. Поэтому я могу согласиться на менее выгодные для себя условия, но удлинить дистанцию. И я верю, что мы будем играть, и игрок будет ошибаться. Вот как это происходит. Да, понятно. Все понятно. Потому что я оценил его как слабого игрока. Но если он сам понимает, что он слабый, он тебе тогда и не покажет. Он может и не покажет. Но это уже зависит от него. Но если он показал, и я считаю его слабым, я могу этот куб спасать. Нет, ему все равно выгодно показывать. Конечно. ...восемь-шесть или восемь. Но я не могу влиять на него, покажет он мне или нет. А если мой оппонент сильный, никаких поблажек не будет. Я, конечно, приму куб и буду иметь двадцать восемь процентов, чем двадцать пять. Так, теперь почему нельзя при восемь-шесть показывать вдвоение? Это просто правило, да? Это правило. Как оно звучит формально? Приведу пример с футбола. Предположим, ребята во дворе играют в футбол, и они договорились играть до девяти голов. Ну да. В определенный момент мы подходим и говорим, ребята, какой счет? Восемь-ноле они говорят. Но, да. Как вторая команда может отыграться и выиграть этот матч? Вопрос. Очень простой ответ, да? Надо забить девять мячей подряд и не пропустить. Ну, понятно. Но нам нужно провести ровно девять голевых атак. Да? Нельзя в одной атаке забить футбол очень много. Здесь можно, да. В бэкгамоне все иначе. Значит, предположим, что у нас счет 8-0. Да. Вот, Алексей, ты ведешь 8-0. Что запрещено? 8-0. Значит, как счет стал 8-0? Очевидно, до этого он был, ну, например, 7-0. Ну да. И вот ты выиграл очко. В этот момент в силу вступает правило Кроуфорда. Был какой-то деятель, который знаменит исключительно тем, что он придумал это правило. Оно нам гласит, что когда лидеру, то, кто ведет в счете, остается ровно одно очко до победы в матче, этот гейм будет сыгран без куба. Вот. Ни одна сторона не может использовать куб. А если 7-0, то еще можно? Да, еще можно, конечно. То есть можно пойти на 7-0. Это когда тебе всегда выгодно. 7-0, наверное. Это зависит от позиции. Нет, не всегда. Так мы сказали, конечно, не может. Не выгодно. Если он примет и сделает 2 навсегда, то наоборот ему выгоднее. Безусловно, да. Но это правило, да, нужно всегда учитывать. Да. Что когда одну очку осталось. Нельзя показывать куб. Поэтому мы все правильно считали. Дальше, Алексей. Предположим, в этом гейме выиграешь ты. Вот в этом гейме. Да. Матч закончится, все. Конечно. Но этот гейм могу выиграть и я. Да. Например, я вывел счет, ставил 8-1. Мы прошли через Кроуфордный гейм и это правило отменяется. Теперь, после того, как мы прошли этот гейм, куб использовать можно. А, то есть вот, например, 8-6 тоже в этот момент ты не можешь? Да. А если 8-7 уже можешь? Совершенно верно. То есть при счете 8-7, который может возникнуть, это может все наши вот эти рассуждения переписать? Нет. Нет, мы... Ты же при счете 8-7 ты мне обязательно покажешь 2. Эта таблица составлена именно с учетом правила Кроуфорда. А, конечно. То есть смотри, вот смотри, 8-7. Вот подожди. Значит, у нас... Давай у нас счет 8-7. Вот одна секунда. Вот смотри. Да. Мы начинаем игру. Счет 8-7. Да. Ты мне просто показываешь 2 сразу. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Зачем тебе играть на 1 очко? Да, никакого смысла. Если я говорю пас, то у нас 8-8 у тебя 50 на 50. Да, и мы играем последний. А почему тогда вообще 8-7 это не то же самое 50 на 50? Потому что мы рассматривали при счете 8-6. Да, нет. Нет, а вот почему 8-7 в принципе не является счетом, при котором 50 на 50? То, что это с Кроуфордом, да? Конечно. А без Кроуфорда 50 на 50? 50 на 50. А 8-6 уже с Кроуфордом, да? С учетом, что 8-7 превратится в 8-8. То есть при счете... Как я могу выиграть при счете 8-6? Я должен сначала пройти через Кроуфордный гейм, а потом мы будем играть. То есть мои шансы 0-5 умножить на 0-5. Я должен выиграть 2 гейма подряд. Понятно? Да. Да. Понятно. Я и удивился, что там... Да, нет, это все с учетом этого правила Кроуфорда. Ух. А как... Да, ну мы уже раздавали, что после того, как мы прошли Кроуфорд, Куб в работу пускать... Ну все, да. И, конечно, лидер будет его аутсайдер, да, тот кто встает, он будет тут же. Тут же сразу пустит. Ему нет никакого смысла, уже преимущество какого-то. Он же не теряет ничего. Итак, Алексей, последний наш сюжет на сегодня. Сейчас сыграем, да, во что-то, а нет? Мы будем анализировать позицию одну. До этого мы анализировали куб. Помнишь? Мы с тобой анализировали, как нужно кубом в зависимости от счета. А вот теперь мы поанализируем броски. Как нужно ходить различные броски при разном счете. Оказывается, счет влияет и на то, как мы будем ходить. То есть, Богомон, игра... Такая, что иногда счет влияет и на то, как будут развиваться события. Значит, предположим, что сейчас первый ходит. Рассмотрим позицию при счете 8-8 в матче до 9 очков. Этот кейп играется без куба, естественно, потому что одну очко надо обоим участникам. Дай, пожалуйста, зарубь. Ну да, тут вообще нет смысла ни в кубах. Да, это просто запрещено. При этом счете куб не используется. Итак, ты две мои шашки запер на баре. И тебе надо скидывать свои шашки. Тебе при этом счете выпал бросок 6-4. Да. Как ты сыграешь этот бросок? Смотри. Ты можешь скинуть 6 и 4. Но тогда у тебя появляются шансы в следующий раз скинуть 6-6 или 5-5. Если ты в следующий раз... Я, естественно, остаюсь здесь. Я зарегистрировал с него. Но если ты скинешь 6-6 или 5-5, то вот, ну, допустим, бросок 6-6, то ты скинешь эти 4 шашки, и одна автоматически остается свободной. И я могу кинуть в пятерку и ее съесть. Да? Согласен? Да, совершенно. Это совершенно очевидно. Ну да, это зависит от введения. Поэтому... 6-8-8, это совершенно нормальный. Вот тебе нет смысла играть на скорость. Тебе нужна безопасность. Согласен, да? Тебе просто надо скинуть шашки, не подставив ни одну. Ну да. Вот. А теперь, Алексей, рассмотрим ту же позицию. Да. И этот же бросок. При счете? При счете 7-8. 8-8, и мы играем вот этот самый крауфордный гейм, когда никто не может удваивать. Да, никто не может удваивать, да. Давай поймем, что если ты выиграешь Марс, ты сразу выиграешь матч. А, да. Ты наберешь 2 очка, и матч... Или Кокс, да? Кокс. Тебе достаточно выиграть Марс. А, Марс и Кокс, да. Набрать 2 очка, и матч закончится. А если ты выиграешь Оин, то счет станет 8-8, и нам придется играть еще раз. Еще раз. Так. И вот в этом случае, сказать, что Марс тебе очень-очень хочется выиграть. И я? И как ты сыграешь бросок? 6-4, да? 6-4, да. Да. Вот при этом счете, Алексей, ты должен рискнуть. Ты должен скинуть 2 шашки. В чем заключается игра на Марс? Чтобы скинуть как можно больше шашек до тех пор, пока я... Эти не пробьются к своим. Да, эти не пробьются к своим. И Марс для тебя настолько важен при этом счете, что ты должен рискнуть, да? Ты оставляешь себе плохие броски. 5-5 и 6-6. 2-2. Ну, 2-2. Совершенно верно. Ну, 2-2. Ну, я туда отправлюсь. Да, ты отправишься. Теперь давай... Да. Давай я приведу такой пример, когда не стоит перегибать палку. Ну, то есть, все-таки, значит, вот дальше я уже начинаю как бы скидывать. Да, но ты... Ну, что я хочу сказать, что ты скинул лишнюю шашку и тем самым увеличил свои шансы выиграть Марс. А Марс тебе... Как правильно ходить 2-2? Сейчас давай... Вот так? Нет, нет, естественно, нет. Не так? Нет. Значит, смотри, после того, как ты сыграл 6-4, выкинул 2-2, да? Я бы сыграл 1-2, скинул. Да. Я бы аккуратненько скинул. 1-2. Да? Вот так. Совершенно верно. Дальше ты постепенно их выводишь, я скидываю, да? Доигрывать мы не будем, потому что понятно, что кто-то выиграет, да? Ну, ладно, да. Это зависит лишь от удачи. Да. А теперь рассмотрим позицию вот эту, да? Да. И то же самое. Тебе нужен Марс. Очень нужно выиграть Марс. И тебе выпал бросок 6-2. 6-2. Ты можешь скинуть 2 шашки. 6 и 2. Но посмотри, какая у тебя становится позиция негибкая. Следующим броском любая шестерка оставляет голую шашку. И бросок 5-5. То есть у тебя 12 плохих бросков. И вот на это мы пойти никак не можем. То есть вот в этой позиции бросок 6-2 лучше сыграть сюда и сюда. У тебя нету плохих бросков, а шансы на Марс все равно есть. То есть если ты очень часто оставляешь следующим броском шашку под ударом, вот этих... Ты пока все равно продолжаешь ходить сам. Этих позиций все равно нужно избегать. Как бы Марс тебе не был необходим. А теперь давай посмотрим бросок 6-4, да? Да. Тот же самый. Но только вот еще одна шашка. Ух ты. Стоит тебе рисковать и оставлять себе плохие... Вот 6 ты скинул, да? Да. Вот стоит тебе сыграть аккуратно, да, чтобы плохих бросков у тебя вообще не было, да? Или ты можешь рискнуть выкинуть шашку и оставить себе плохие броски. Да, не знаю. Ну, здесь можно считать, но на самом деле твои шансы на Марс, когда у меня вот здесь три шашки, они и так огромные. То есть ты выиграешь Марс и без риска. И без риска. И в этом случае тебе не стоит рисковать и оставлять себе броски 5-5 и 6-6, а лучше просто спокойно сыграть четверку сюда. Я заряжаться не могу и потом ты спокойно выкидываешь свои шашки. Да. Да? 1-2. 1-2 вообще шикарный бросок. 1-2 выкидываешь, 2-2 подвинешь, да? 2-2 подвинул, да. То есть ты совершенно... Ничего не изменилось, да? Да, давай. 5-5. Давай, давай. Давай сейчас мы добоимся. Ну, все 4 нас. Нет, нет. Посмотри внимательно. Вот эти 2 ты скидываешь. Да. А эти отправляются сюда. Сюда, да? Да, сюда. О, ну теперь ты уже... А теперь давай, давай. Ты уже будешь догонять. Мне надо сначала зарядиться. А я зарядиться не могу. О, ты не зарядился. Я не зарядился. 6-2. Ну, я вот так бы сделал. Правильно, естественно. Идного нет. Ну, сейчас ты уже зарядишься. Сто пудового. Да, блин! Это что за издевательство, а? 6-4. Обе пошли. Обе пошли. Так. Ну, все. По-моему, грядет курс. Так, 4-3. Да. Так, одна осталась. Так, а Марс это... Кокс это который самый крутой, да? 3, да? 3. Но тебе при этом счете нужно 2. Мне нужно Марс, да. Да, тебе отсловно. 6-2. Ну, 6-2. Две зарядились. Да, значит, 6-2 это еще 2 пошли. Да, конечно. Ну, это, кстати, интересно успешно или нет. Не очевидно, да, на самом деле? Я могу уйти... Так, 3. 3 зарядил. 3. Ну и поехал. А сюда пошел. Ты все зарядил. Мне, моя задача уйти от Кокса. От Кокса, да. У меня 2-1. Нет. Неправильно, да? 2 и 1, да. 2 и 1. Нет. Нет, даже не. У тебя было вот так. Да. Ты скидываешь двотку и единицу. 2 и 1. Все, да. Назад мои шажки не ходят. Я ее побить уже не смогу. Да, ну, да. Трудно успеть, наверное, 7. Так, 3. 5. Да, ну, наверное, да, уже не тяжело. Ну, все, здесь уже шли. Нет, не годи, да. Даже если я кинул 6-6 от Марса я не уйду. Да. 2, 1. Все, матч закончится. И ты выиграл свой вожделенный Марс. Счет стал 9. 9-8. Да, круто. Офигеть. Здорово, Алексей. Очень круто. Понравилось? Очень понравилось, да. Очень. Прям вообще реально понравилось. Нарды вот прям зашли. Это, 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 это. Но я, правда, ужасно азартный. Мне вообще ни во что нельзя играть. Но это прикольно. Это очень интересная игра. Но это. Бэкгамон, да? Бэкгамон. Да, другие нарды по другим правилам, да, играются? Да, по другим. Я про те даже, ну, на каком-то элементарном уровне, но не считаю себя специалистом по остальным видам. Ни в коем случае. Это, это, да? Очечник. Бульвар для очков. Да. Да. Да, классно. Слушай, спасибо огромное. Друзья, ну вот, классная игра, на самом деле. Офигенная. Маткуль, привет. Спасибо Тимуру. Спасибо. 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 Спасибо.